Мир вам, возлюбленные! Время идет быстро. Мы входим в Новый 2021 год. Вступая в этот Новый год, мы слышим напоминания из Божьего Слова, записанные в плаче Иеремии. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Существует одна песня хвалы, которую царь Давид научил евреев. Автор этой песни хвалы поет. «Ибо Ты благ, Твоя любовь пребывает вовеки». Господь рассказывает Давиду о том, что угодно ему. Больше всего ему угодно, когда мы хвалим его. Давид пел «Ибо Ты благ, Твоя любовь пребывает вовеки». Мы поем об этом, видя дела нашего Бога, и мы вступаем в Новый год. Поэтому сегодня я предлагаю вам спеть эту песню всем вместе. Да, давайте провозгласим это на наш Новый год. Вот скажем о его благости. Субтитры подогнал «Симон» Я не знаю, каким был для вас 2020 год. Не думайте о том, что вам пришлось пережить в 2020. Возможно, вы пережили неприятные, болезненные или трагические моменты. Но знайте, что Господь Иисус Христос благ к вам. Христос любит вас. Поэтому давайте скажем это с верой вместе. Господь Бог, я искренне верю в то, что 2021 год будет лучше 2020. Потому что Твоя любовь обновляется каждое утро, каждую неделю, каждый месяц и каждый год моей жизни. Если Бог допустил вам пережить плохое и перенести боль в 2020 году, то продолжайте верить, что все, чему Бог позволяет происходить, поможет вам познать Христа. Верьте в то, что наш опыт и хороший, и плохой, приведет нас к познанию нашего Бога. Мы станем похожими на Него и пребудем в вечном спасении. В послании к римлянам 8, 28, святой апостол Павел сказал, «Притом мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Это относится к тем, кто был призван согласно Его цели. Святой апостол Павел сказал, «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Он сделал это, дабы Он был первородным между многими братьями. Также Павел пишет римлянам, «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». А кого оправдал, тех и прославил. Вот оно что! Только те, кто уподобляются Его образу, являются учениками Иисуса, будут прославлены. Это указывает на новый ранг. Для того, чтобы сообразовываться с Его образом, нам придется пройти процесс, болезненный для нашей плоти. Для того, чтобы спасти нас от вечного наказания в аду, Господь Иисус Христос перенес адскую боль, Ему пришлось умереть в великой агонии. О, это было ужасно! Во 2-м послании Коринфянам 5-й главе 21-м стихе сказано, «Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». И Библия говорит, «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Возмездие за грех — это смерть, вечная, нескончаемая смерть. Место для грешных — это ад. Господь Иисус Христос, не познавший греха, стал грехом из-за нас. И Иисусу пришлось умереть вместо нас, хотя это мы должны были умереть. Когда мы читаем о том, как умер Иисус Христос, я всегда говорю, это очень негуманный метод казни. Когда евреи закричали, «Распни его! Распни его!» Иисуса Христа пришлось распять. Первый этап распятия — это снятие одежды со Христа. Его руки привязали к деревянному столбу. Палач держал кнут, к концам которого привязаны куски металла и костей. Кнутами они исполосовали тело Иисуса, оставив глубокие раны. Он пролил кровь. Это была адская боль. Иисус кричал от боли. Все его тело было в крови. Господь Иисус был залит кровью. И на этом что, все? Нет. Следующим поступком палачей было коронование Иисуса венком из колючек. Это была адская боль. Он снова пролил свою кровь. Может быть, и на этом все? Опять же, нет. Солдаты пригвоздили к кресту ступни и руки Иисуса. Это была адская боль. После этого Иисус висел на кресте. Пострадали тело Иисуса и его душа. Жидкость вошла ему в легкие. Все тело Спасителя Иисуса было покрыто ранами. Из его ран текла кровь. Мимо Иисуса проходили фарисеи, священники и старейшины Израиля. Все, включая преступника, распятого рядом, проклинали его. Иисус сказал, «Совершилось». И после этого он умер. «Совершилось». Иисус выполнил задание Отца, подарив всем нам спасение. И тут возникает вопрос. Почему он должен был умереть именно так? Почему бы не организовать другую казнь? Они могли отсечь голову. Почему он пролил столько крови? Библия говорит, «Без пролития крови не бывает прощения грехов». Без пролития крови не бывает прощения грехов. Иисус должен был умереть за ваш грех. За ваш грех и за мой грех также. Иисус должен был умереть за наши грехи. Кроме того, что еще говорит Библия о крестной смерти Иисуса Христа? Он взял на себя наши болезни. И второе. Он испытал наши страдания. А третий пункт. Мы исцелились. Мы полностью исцелились ранами Господа Иисуса Христа. Господа Иисуса Христа. Господа Иисуса Христа. Господа Иисуса Христа. Давайте поднимем руки и скажите это со мною. Господь Иисус. Господь Иисус, Ты добрый. Ты так благ и очень добр ко мне. Ты очень добрый. Положите руку на свое сердце. Помолчим немного. Ты добрый. Ты добрый. Почувствуйте Божию доброту. Вступая в 21-й год, я желаю всем нам ощутить Божию доброту. Бог действительно любит вас. Бог любит вас. Отец, Ты видишь своих детей. Они нуждаются в Тебе. У них было целое море проблем в прошлом году. Они вступают в Новый год. Ответь на их молитвы. Помоги им и помилуй их, О Боже, яви им свою милость. Дай почувствовать Твою любовь каждому человеку Божьему. Иисус. Иисус. Спасибо, Господь. Спасибо. Аминь. Иисус умер из-за наших грехов. Господа Иисуса Христа погребли, но Он воскрес на третий день. Аллилуйя. В руках Господа Иисуса ваше завтра. Он живой. Поэтому не тревожьтесь, не сдавайтесь, видя эту пандемию. Неизменная любовь Иисуса никогда не кончается. И обновляется она каждое утро. Иисус живой. Поэтому чудеса, которые Христос творил две тысячи лет назад, происходят до сих пор. Слепые видят, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, благая весть провозглашается бедным. А вот что сказано в пятнадцатой главе первого послания Коринфянам. Иисус живой, и благодаря этому наша надежда не тщетна, и поэтому мы не живем в наших грехах. Иисус живой, и благодаря этому люди, умершие в нашем Господе и Спасителе, будут воскрешены, и будут с драгоценным Богом навсегда. Иисус жив, и благодаря этому проповедь Божьего Слова не тщетна. Иисус жив, и благодаря этому мы не являемся самыми жалкими из людей, напротив, христиане, это самые счастливые люди на Земле. Давайте скажем это вместе. Я самый счастливый из всех людей на планете Земля. Аллилуйя! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok